Этого события ждали. В октябре 2018 года «Газпром» и «Роскосмос» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта по созданию сборочного производства космических аппаратов Московской области. Первое в истории современной России предприятие полного цикла по сборке и испытанию спутников разместится рядом с телекоммуникационным центром акционерного общества «Газпром. Космические системы». Здесь на основе передовых технологий будут выпускаться космические аппараты гражданского назначения для нужд группы «Газпром» и других заказчиков, включая госкорпорацию «Роскосмос». 87 тысяч квадратных метров. На этой территории будет расположен завод компании «Газпром. Космические системы» по сборке спутников. Здесь планируется выпускать 3-4 больших или средних спутника и до 100 маленьких. Уникальность предприятия состоит еще и в том, что спутники будут также проходить испытания и проверку на прочность прямо здесь. На сборочных площадках будет установлено современное оборудование с высоким уровнем автоматизации технологических процессов. Участие в проекте давних партнеров компании «Газпром. Космические системы» франко-итальянской компании «Телес Оления Спейс» позволит вести процесс на высоком уровне. «Это давнее сотрудничество. Мы понимаем друг друга. Мы строим спутники и знаем, как делать это. Вот поэтому мы и работаем вместе с пониманием, как создать наилучший объект для того, чтобы производить это здесь». Строить завод будет российский филиал итальянской компании, известной на строительном рынке «Рицани Деккер». «Мы счастливы быть здесь. Мы – компания, которая уже на протяжении 35 лет активно работает в России. И это наше преимущество – работать с одной из самых высокотехнологичных компаний, наверное, в мире». «Это очень важно, потому что это еще один знак, доказательство хороших отношений Италии и России. И мы очень горды быть частью этого». На торжественном мероприятии присутствовали все, кто причастен к столь значимому событию. В Центре управления полетами почетные гости выступили с пожеланиями успехов в строительстве и реализации рабочих планов. «Я хочу сказать, что сегодня очень важный день. Сегодня сотрудничество в энергетической и космической сфере уходит на новый уровень. Компания «Газпром» и корпорации «Роскосмос» сегодня на местах строительства нового завода по производству спутниковых аппаратов. Я хочу сказать, что это будет современнейший завод, который будет локализован в производство по европейским технологиям. Это позволит выпускать космические аппараты с меньшей стоимостью и на вечные сроки. «Газпром» – это та компания, которая начало этому дню положила давным-давно. Более 27 лет назад «Газпром» начал то, что мы теперь называем «центровой трансформацией экономики». В том числе он создал прекрасную точку «Газпром-космические системы». Именно та цифра, которая помогает и «Газпрому», и завоевывает международные рынки. И, соответственно, теперь будет не просто оператор, будет еще и производство. В режиме телемоста был дан старт строительству. Прошу доложить о готовности к началу строительства. К началу строительства все готово. Космогровки первой слайды приступим. И вот первая свая вбита в землю, где будет построен завод компании «Газпром-космические системы» по сборке спутников. Вся выпускаемая продукция будет проходить многоступенчатую проверку. На уникальных испытательных стендах будет имитироваться воздействие факторов космического пространства и нагрузок, возникающих при запуске аппаратов на ракетах-носителях. Вот предприятие в эксплуатацию планируется в 2022 году. До 2035 года «Газпром» планирует вывести на орбиту 14 собственных спутников. Создание современных спутников – это острие современной науки. Создание полностью российских спутников – это та задача, которую нужно достичь для конкурентоспособности нашей отрасли. В ходе мероприятия генеральный директор Акционерного общества «Газпром-космические системы» Дмитрий Севастьянов и первый заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по развитию орбитальной группировки и проектом Юрий Уличич подписали соглашение об основных принципах участия в проекте СПК. Несомненно, это передовое, необходимое практически во всех сферах, высокотехнологическое предприятие станет важным в масштабах как всей страны, так и для нашего городского округа, ведь это возможности. В развитие нашего городского округа будет вложено почти порядка 15 миллиардов рублей, что очень существенно для экономики нашего города. И второе, чего также ждут жители – это создание рабочих мест. Это очень здорово, потому что люди, находящиеся здесь, не будут заниматься маятникой эмиграции, ездить в нашу столицу, в Москву на работу, а смогут применить свои знания и умения здесь, на территории городского округа. И хочется пожелать ставшей уже родной компанией «Газпромкосмические системы» удачи в строительстве и в дальнейшей работе. Как говорится, семь футов под килем.